КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ И было слово Господне к Ионе, сыну Амофийну. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем. Ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля, и сказал ему, «Что ты спишь? Встань, вызови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу, «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им, «Я еврей, что у Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему, «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали, «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». И я сказал, «Отринут я от очей твоих». Однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святаго твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердога своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Неневию по слову Господню. Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». И поверили ни Неневите, ни Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии. И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и вельмож его. Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И он сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь, «Неужели это огорчило Тебя так сильно?» И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало полить голову Ионы, так, что он изнемог и просил себе смерти. И сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова